И снова здравствуйте, это Украла ФТВ с Людмилой Немирей. Мы продолжаем наши эфиры, конечно, подписывайтесь на наш свеженький канал. А с нами на связи Юрий Христензон, которого мы очень рады видеть. Я хочу напомнить, что он эксперт медиа-центра Одесская политическая платформа. Юрий, здравствуйте, очень рады вас видеть, рады, что нашли для нас время сегодня. Добрый день, все. Юрий, ну, у нас же традиция есть такая, и даже наши зрители пишут мне об этом иногда. Сейчас, наконец-то, мы открыли комментарии. И там, между прочим, тоже просят очень активно вас приглашать, это на всякий случай. Но всегда же все наши зрители знают, что у вас всегда есть какая-то вкусная тема про запас. Это вот такое, одно удовольствие для журналиста. Ну, сегодня будет вкусная тема, как вы называете, когда закончится война. Ого! Да, это правда. Штука, которую сейчас обсуждают и в обществе, и в журналисты. Мы будем говорить не о сроках, а об условиях. Что должно произойти для того, чтобы война закончилась. Нормальные вопросы во многие задают. Ну, пока предположим, что невозможна абсолютная победа одной из сторон. То есть Российская Федерация и Кремль, они не смогут подавить сопротивление Украины, не смогут сделать у всех украинцев русских, поставить нам какой-нибудь додональ здесь и на этом закончить войну. Также предположим, что Украина не планирует и материальным ресурсом не способна оккупировать Россию, захватить Москву, поставить украинский флаг на Кремле. То есть это мы тоже исключаем. Также предположим, что НАТО не собирается воевать с Россией, с ядерной державой. То есть не будет здесь солдат НАТО, которые нанесут войскам агрессору. Такое поражение, чтобы они не могли продолжать войну. И также предположим, что не исчезнут причины начала войны. То есть в России вдруг не появится демократия, там не изберут какого-нибудь демократа. А в Украине, опять же, украинцы не выберут на выберах себе очередного Януковича, который заявил о вступлении в этот Таёжный союз или как его так называют. То есть причины войны никуда не исчезнут. Но мы видим из истории, что такие войны заканчиваются. То есть там могут быть прецедивы, но на таком этапе, в таком масштабе, как сейчас война идет, они через какое-то время прекращаются. Вот давайте рассмотрим войну в Афганистане, советскую агрессию в Афганистане. Она началась в 1979 году и закончилась в 1989. Это, кстати, по статистике, это приблизительно тот срок, в течение которого длятся такие войны. И закончилась она не потому, что Афганистан стал 16-й республикой СССР. Закончилась она потому, что у одной из сторон, у Советского Союза, просто закончились ресурсы ее вести. То есть дальнейшее ведение войны, дальнейший расход ресурсов был просто признан нецелесообразным, потому что никакого результата положительного для приближения к целям этой войны она не давала. Теперь давайте рассмотрим эти ресурсы. Что у нас было? Ну, на конец 1979 года, на 1979 год цены на нефть были на, нельзя сказать, на пике, но были высокими. То есть финансовый ресурс у СССР был. После войны арабо-израильской 1973 года, который опять же развязал СССР и союзники СССР, был резкий скачок цен на нефть, плюс был эмбарго. Арабские страны отказались поставлять нефть союзникам Израиля, и это место заменил СССР со своей нефтой. То есть доллары и евро текли в страну рекой, цены были высокие. Материальный ресурс. Ну, по количеству военной техники советская армия на порядке превышала Афганску, которая, кстати, тоже была вооружена советской техникой в основном времен Второй мировой войны. Мобилизационный ресурс тоже кратно превышал. Это вот диспозиция на начало войны, на 1979 год. И начиналось все очень хорошо для Советского Союза. Десантники высадились в советские, переодетые форму афганскую в аэропорту Кабула, захватили резиденцию главы государства, убили главу, привезли из Москвы нового главу Афганистана. Поменяли руководителей афганских СМИ, привезли в афганские школы новые учебники, и, в принципе, планировали через несколько месяцев выводить войска. Но не учли, что Афганистан — это такое децентрализованное многонациональное государство, и им просто не удалось за несколько месяцев превратить афганцев в советских людей, в советских человеков. Началась партизанская война, которую поддержали. Поддержали западные страны, поддержал Китай, войну против Советского Союза, и поддержали арабские страны. Пик этой войны пришелся, если судить по потерям, это 1984-1985 год. Максимальные потери советской армии в Афганистане пришлись на это время. И дальше начала резко спадать эскалация. Аккупационная администрация объявила политику примирения, ну, такие вот вещи. Вот давайте посмотрим, что же произошло. Что в это время происходило, что могло стать причиной снижения эскалации. 1985 год, весна. Горбачев объявляет о политике гласности. Это касается мобилизационного ресурса. Дело в том, что поддержка агрессивной войны в любых странах резко падает в условиях свободы слов. Применительно к России мы это видели в первой и второй части. Еще раз повторите фразу, которую вы сейчас сказали. Это очень важно, то, что вы сейчас сказали. Повторите, пожалуйста. Ресурс агрессора, поддержка населением агрессивной войны, желание воевать резко падает при наличии свободы слова. Вначале все равно происходит объединение вокруг флага, но потом популярность войны падает, и этот процесс невозможно остановить. Что касается финансового ресурса. Весна 1986 года. Резкий обвал цен на нефть. Цена барреля доходила до 10 долларов. Это, опять же, резко подорвало внешний торговый баланс Советского Союза. Внутри-то рублей можно было печатать. Но вот купить товары за иностранную валюту было гораздо сложнее, потому что просто этой валюты приходило меньше. И мобилизационный материальный ресурс. Понятно, что Советская армия превосходила по вооружению партизан на порядке. Но осенью 1986 года американцы поставили стингеры. Маджахеры. Нужно понимать, что Афганистан — это горная страна, и на авиацию приходилась такая, может быть, незначимая по объемам, но значимая по скорости перемещения, по своему функционалу, часть логистики. То есть вот эта часть логистики была нарушена. Плюс было значительно ослаблено превосходство советских войск авиации, штурмовой авиации. То есть возможность поддерживать наземные войска с помощью штурмовиков. И внезапно в 1986 году СССР соглашается на переговоры о мире, объявляет все эти перемирия. И через полтора года, весной 1988 года, начинается вывод войск. При этом Советскому Союзу дают сохранить лицо. Никакие маджахеды на переговорах не присутствуют. Формальные переговоры ведут Афганистан и Пакистан. Советский Союз является гарантом переговоров. Одним из гарантов переговоров. Вот примерные условия, при которых может закончиться такая война. То есть все три ресурса получили некоторый ущерб. Те ресурсы, которые необходимы для продолжения войны. Теперь давайте сравним это с современной ситуацией агрессии Кремля против Украины в 2023 год. Финансовый ресурс. С начала большого вторжения в феврале прошлого года российский бюджет от продажи энергоресурсов получил более полутриллиона долларов. Несмотря на все санкции. То есть санкции уменьшили, но не обвалили поступление валюты в Российскую Федерацию. Здесь Украина может как-то влиять на санкции. Влияет. То есть мы знаем, что есть переговорные группы по санкционной политике. Но на саму цену на нефть. Я не думаю, что Украина может влиять. И вот если обвал цены на нефть когда-нибудь случится, это будет приятным бонусом. Но в политике Украины, в ожидании окончания войны, я бы не стал на это рассчитывать. Будет хорошо, не будет. Мы на это пока предположим, что мы на это не влияем. Ресурс материальный. Ресурс материальный российской армии до сих пор превышает ресурс ВСУ. Но нам уже давно достаточно поставляют хаймарсы. Сейчас еще начали поставлять это камсы. И это то, что нарушает логистику войск-агрессор. Вот как тогда стингеры в какой-то момент оказались переломными в афганской войне. Плюс мы ожидаем, что все-таки у нас появятся западные самолеты, которые уменьшат превосходство российских войск штурмовой авиации, уменьшат возможность поддерживать свои войска на поле боя. Это похоже на то, что происходило во время афганской войны. Но надо понимать, что с момента появления стингеров и до вывода войск прошло полтора года. То есть это тоже не какая-то золотая таблетка, волшебная палочка, которая все лишит. И теперь мобилизационный ресурс. Буквально вчера или позавчера руководитель одного из социологических агентств российских, Лев Гудков, выступал на конференции в Берлине. И его презентация была посвящена настроениям россиян. И начал он ее словами «оставь надежду всяк сюда входящих». То есть он рассказывал, как Кремль манипулирует мнением россиян, какие технологии используются, как происходит нормализация войны, дождь, снег, ураган, война, какие-то высшие силы, на которых мы не влияем. И в этих условиях я бы не ожидал, да, вот то, что я ожидал, допустим, весной прошлого года, что значимые потери российских войск приведут к, ну, скажем так, если не антивоенным настроениям, то снижением поддержки этой войны среди россиян. Ну, опять же, да, возвращаемся к первой, второй чеченской. Первая чеченская в условиях свободы слова была непопулярна. Комитеты солдатских матерей там выступали, ходили с плакатами, демонстрации. Вторая чеченская уже прошла в условиях ограничения свободы слова. И несмотря на то, что фактически Российская Федерация эту войну проиграла, то есть Чечня не является частью Российской Федерации, не контролируется Российской Федерации, там свои законы, и более того, Россия платит дайм в Чечне ежегодно. Тем не менее, в головах россиян в условиях монополии на СМИ это удалось подать как победу, и это одна из частей легитимации нынешнего режима. То есть то, что это само произойдет, я подозревал, но после лекции Льва Гудкова, скажем так, я перестал ожидать. Вот такое самоизменение в головах россиян из-за больших потерь, из-за всего этого безобразия, что там творится. Вот все. То есть на это Украина может не рассчитывать. Но, как и в случае с санкциями, Украина может на это влиять. Здесь приведу пару примеров. Недавно в России судили девушку, которая развешивала антивоенные ценники в супермаркете. На нее написала донос женщина, сторонница Крымнаш, где вы были, когда 8 лет бомбили в Донбасс, Украины не существует, это все, значит, русская земля. У нее взяли интервью, опять же, российской интернет-эзбайи. И когда вот она вот все... У девушки или у женщины? У женщины, которая подала. У мужчины взяла интервью в российское издание. И там были очень интересные вещи, допустим. Она говорила, я за мир, я миротворец, я против войны. И начинает объяснять, у нее какой-то родственник живет в Киеве рядом с Гастомелями. И когда бомбили Гастомель, они очень за него волновались. То есть они за мир. Но при этом саму бомбежку наших мальчиков мы поддерживаем. То, что бомбили Мариуполь, это фейк. Не могло быть такого, наши мальчики не могли это сделать. Ну вот весь этот набор кривлевских нарративов она выдала. И в конце интервью журналисты ее спросили, а вы вообще государственное телевидение смотрите? На что она ответила, нет, у меня вообще телевизора нет. Я смотрю YouTube. Это очень интересно, да. Может, как-то на наш канал, на ваш канал, на нашу передачу попадет. И журналисты спросили, а что вы смотрите? Она говорит, ну как что, Царьград смотрю там. Ну и там перечислила все эти телеканалы. Звезда, которые нас смотрят и говорят, что там классные ребята, они классно объясняют все, что там происходит с этой бандеровской Украиной, и вся темната, которая хотела напасть на Россию. Отличемся чуть дальше. Есть такой Лев Гершелзон. Это создатель Яндекс.Новости. Новостной ленты в Российской Федерации, когда Яндекс еще был публичной компанией, когда в России еще была гласность, пока ее еще не свернули от свободы. Он потом уехал из России, когда Яндекс начали прививать к рукам, и вот Яндекс.Новости превратились в эту пропагандистскую площадку. И после уже начала масштабной войны в Украине он проанализировал переходы с Гугла на вот эти Царьград, телеканал «Звезда» и прочие пропагандистские площадки. И оказалось, что Гугл поставляет туда миллионы переходов ежедневно. Десятки миллионов. Он написал в Гугл. Если вы когда-нибудь писали в большие медиасети, в Гугл, в Фейсбук, вы примерно понимаете, чем это закончилось. То есть это было как в колодец. То есть эхо небольшое раздалось, но ничего не произошло. И тогда он начал в западных СМИ давать интервью, публиковать, рассказывать о том, что происходит. И вот буквально недавно он доложил о том, что что-то начало сдвигаться. Допустим, Гугл убрал из индексации комсомольскую правду. И там что-то, то ли с 15, то ли с 18 миллионов ежедневных переходов из Гугла снизилось до 70 с чем-то тысяч. Ух ты! Ну да, чтобы понимать, как эта штука работает. Потому что сами пропагандисты, они прекрасно знают, как работает Гугл. Они с помощью троллей, паскирующихся под реальных людей, репосят все вот эти царьграды, дают комментарии, цитируют их. То есть создают видимость того, что этот канал очень популярен у русскоязычной аудитории. Гугл это все индексирует и говорит, ну да, популярный канал. Выставляем его в топ новостных сайтов для россиян, если кто-то из Рунета захочет узнать, что же все-таки произошло в Мариуполе, допустим. Теперь, как пример, если один человек за полтора года проявляет некоторую напорность, то есть он сумел добиться такого результата, то мы можем предположить, что государство Украины, если не распыляться по древу, и гражданское общество Украины тоже может добиться чего-то для того, чтобы работать вот с этим самым МОБ-ресурсом, для того, чтобы дать ему, кроме боевой пропаганды, особенно к тому, кто сидит в интернете, и так уже сидит в интернете, только читает царьград, смотрит сатановска, чтобы дать им ссылки на другие площадки. Я более того скажу, буквально тот же Герсунзон, он создал, опять же, новостной агрегат, буквально на волонтерских началах, его в интернете, я думаю, можно с трудом найти. Но вот я смотрел, да, там есть и украинские русскоязычные СМИ, и те русскоязычные СМИ, бывшие российские, которые сейчас выехали, где можно, и BBC Russian-то можно найти, то есть на этом новостном агрегаторе можно найти подборку информации, но более-менее релевантно, без вот такой вот чернужной пропаганды. Это к вопросу об МОБ-ресурсе, что мы можем сделать для того, чтобы в этой части приблизить окончание войны. Теперь о поддержке Украины, ведь если мы возьмем материальный ресурс... А можно на секундочку вернуться к МОБ? Это очень важно, мобилизационному ресурсу, да? Вот из того, что вы сказали, какой-то вывод, да? Это значит, то, что вы говорите сейчас, это нужно просто работать с этими людьми, да? Я правильно понимаю? Или какой? У них две ноги, две руки, два глаза, одна голова, 24 часа в суд. Если им давать другую информацию, то те же люди будут принимать для себя другие решения. Это произойдет, опять же, не сразу. Но если с этим работать, то когда-нибудь это произойдет. Гласность в Советском Союзе и снижение популярности войны в Афганистане тому пример. Свобода слова во время первой Чечни и отсутствие такой свободы во время второй Чечни тоже тому пример. То есть такие примеры есть. И я думаю, что в эту сторону можно и нужно работать. Теперь о поддержке Украины вот этим материальным и финансовым ресурсом со стороны в том числе и европейских стран. Недавно прошли парламентские выборы в Нидерландах, где неожиданно для самого победителя выиграли правые евроскептики, противники помощи Украины, сторонники выхода Евросоюза и прочих замечательных вещей. При этом их результат был, опять же, в разы выше ожидаемых и то, что показывали там буквально за несколько месяцев до этого соцзапросы. У нас когда-то была передача о велосипедном кризисе, если помните. Конечно, помню, а как же. В двух словах напомню. Канал Russia Today на арабском языке начал распространять среди своей аудитории сюжеты о том, как замечательно принимают беженцев, мигрантов на норвежско-российской границе. Российские спецслужбы. То есть люди поверили, это были тысячи, десятки тысяч людей, поверили, продали свои дома в Сирии, в Магрибе, в Афганистане. Им организовали российские спецслужбы, опять же, через турфирмы. То есть это не так, что прям КГБшники вывели там, Министерство обороны Российской Федерации высылало там военный транспортный самолет для того, чтобы их забирать. Организовали им трансфер в заполярный поселок Никель на норвежско-российской границе. Дальше им организовали трансфер на велосипедах через границу Норвегии. А Норвегии было разрешено вообще без документов пересекать эту границу без загранных паспортов на велосипедах. И отказались российские пограничники принимать их назад, потому что норвежцы, к ним заехали люди, они проверили, имеют ли они право на убежище, и те, кто не имеет, дальше по международным нормам должны вернуться в первую страну безопасного пребывания. Россия была такой первой страной безопасного пребывания, только в нее назад вот этих беженцев-мигрантов не пускали. Похоже, мы видели их на польской границе, осенью 21-го года. И, похоже, сейчас происходит на российско-финской границе, прямо сейчас, во время выборов в Нидерланды. Что произошло дальше? Дальше была, опять же, через подконтрольные Российской Федерации, подконтрольных журналистов, политиков, фейковой общественной организации, через строли была раздута антиэмигрантская пропаганда в Северной Европе. В Швеции были совершены нападения и теракты против общественных организаций, которые занимались помощью мигрантов. Через какое-то время шведские журналисты провели расследование. И как удивительно, часть исполнителей этих терактов присутствовали на съезде нацистов в Питере в 2015 году и обучались в лагере ДОСАА при Министерстве обороны Российской Федерации партизан под Питером. Странно, правда? И на этих выборах ультраправые шведские и евроскептики в полтора раза улучшили свой результат. Странно, правда? Смотрите, это еще одно поле, на котором Украина может работать. Наших ресурсов для этого достаточно. Мы не можем обвалить цены на нефть, но работать в информационной среде с политическими диверсиями Кремля мы можем разъяснять. Не знаю, у меня нет готовых предложений. Но это то поле, которое, на мой взгляд, для Украины сегодня важно. И теперь немножко о том, как, собственно, это происходит. Да, как вдруг политики начинают выигрывать выборы, другие проигрывают в результате информационных диверсий. Ну, начнем с советских спецслужб. Немножко истории. В 1935-м далеком году американские социологи исследовали политические предпочтения в престижном колледже в США. Туда поступали девушки из богатых республиканских семей. Там они общались с профессорами левых взглядов. В принципе, это нормально. То есть профессора, она придерживается левых взглядов. И после выпуска из Колледжа оказалось, что они голосовали от центра до крайне левого спектра и не голосовали за республиканцев. Более того, там порядка 80% тех, которые сохранили свои республиканские взгляды, они третировались, да, то есть они буллингу подвергались в самом колледже. В 60-х годах эти социологи повторили исследования. Девушки уже вернулись в республиканские семьи, устроились на работу, вышли замуж за республиканских детей, мужей и родили республиканских детей, но при этом их взгляды, их устойчивые политические взгляды, которые они получили в колледже, они сохранились. Советские спецслужбы, КГБ, они, возможно, читали это исследование, по крайней мере, они, если читали, то его творчески переработали, и в 1969 году вышла секретная директива ЦК КПСС, по которой при всех посольствах Советского Союза за рубежом должны были создать отделы с таким вот совершенно независимым таким, не относящимся к работе названиям, которые должны были собирать информацию о всех профессорах университетов, политиках, журналистах, сортировать их по взглядам, кто там за ультраправых, кто там за ультралевых, кто там евроскептик. И дальше происходило как? Те, чьи взгляды, еще раз, органические взгляды, их не надо было вербовать, они в это верили, они так считали, совпадали с политикой СССР. Тех, СССР поддерживал, тайно, либо явно. Они какие-то гранты выигрывали, их продвигали на рост по служебной лестнице. Те, кто противоречил, чьи взгляды противоречили политике СССР, их третировали, против них выпускали заказные статьи, старались уничтожить их репутацию. Это был 1969 год. Замначальника одного такого дела в Индии, в Дели, был назначен агент КГБ, работающий под прикрытием, Юрий Безменко. В 1970 году он бежал на запад из Дели и одной из причин он назвал, что он увидел, как вот этих вот людей, поверивших Советскому Союзу, которые вошли в эту реку, но потом оказались ненужными, их обнуляли советские спецслужбы. Все эти отравления, заказные убийства, оказывается, придумали тоже не сегодня. Все эти Петровы и Башировы, они тоже работали еще не сегодня в западных странах и в странах, не присоединившиеся, которыми была на тот момент Индия. В США он через 10 лет вышел из-под поля, давал лекции, рассказывал, что вот эти вот идеологические диверсии, когда страна-агрессор подкачивает, усиливает какие-то взгляды и преследует какие-то другие в стране жертвы, что вот эти последствия, даже если сейчас эти идеологические диверсии прекратить, на их ликвидацию понадобится 15-20 лет, то есть поколение. Мы это и у себя видим. У нас есть политики, были, по крайней мере, поддерживаемые кремнём, которые продвигали свои взгляды, возможно, они искренне в это верили, в то, что в Украине нацисты, фашисты преследуют русский язык и мы должны дружить с Россией. Есть избиратели, которые голосовали за этих политиков, которые поверили в эти взгляды. И могу сказать, что пройдёт, да, 10-15 лет, возможно, поколения, пока мы получим других избирателей. То есть эти взгляды, они очень устойчивы. И это тоже надо понимать. Даже несмотря, извините, Юрий, даже несмотря на такую войну, как идёт сейчас, да? То есть война тут не исключена. Войну я немножко в топ. В Одессе есть места, где набирают артезианскую воду. Я туда езжу, регулярно набираю артезианской воды и слушаю. Это, знаете, такая вот фокус-группа. Слушай, что люди говорят. Поверьте, мне есть такие люди, которые до сих пор говорят, что вот войну в Украине развязала НАТО до последнего русского. Ещё раз, людям, да, очень тяжело формировать картину мира. И когда она уже сформирована, её очень тяжело менять. И даже, ну вот, факты, поверьте, они объясняют любые факты, что эта ракета летела не туда, что она упала и там погибли одесситы потому что, или разрушены дома, потому что её сбили украинские зенитчики, и вот они в этом виноваты, а не агрессоры. Неважно. Смотрите, это есть, это существует, это существует десятки лет. Это существует, существовало, давайте так, по существующим данным и в США, и в Европе. Предположительно, это существует сегодня, и с этим тоже нужно работать, чтобы мы со временем не оказались в ситуации, когда в Польше на выборах победит конфедерация, альтернатива для Германии победит Германия, и мы, наш материальный ресурс и наш финансовый ресурс, который мы обязаны, та часть, которую мы обязаны своим союзникам, начнёт иссякать. То есть, с этим тоже нужно работать. У меня, в принципе, по этому поводу всё. Если есть какие-то вопросы, готов. Так, вопросов много я записала, сейчас будем возвращаться к ним. Итак, первое. Вы сказали о том, что тогда очень важным было появление гласности, был важным фактором. И вот вы говорили о том, что можно работать с этими людьми, давать им другую информацию. Это одна история. Но означает ли это, что пока в самой России не произойдёт ослабление вот той цензуры, которая есть, то, ну, как бы, тут усилия очень многие будут тщетные. Или не факт и нужно просто продолжать работать. Как тут вот. Давайте просто примеры приведу. Вот женщина, написавшая донос. У неё дома нет телевизора. Она смотрит YouTube. Вопрос, что нужно сделать, чтобы YouTube показал ей нашу передачу, а не Сатановского и Царьграда. Это интересный вопрос. Понимаете, какая штука? YouTube – это социальная сеть Google, американская вообще говоря. Да? Мы видели на примере вот того менеджера Яндекс.Новости, что если стучаться, да, если знать, какую, значит, стукать стеночку, да, то её со временем можно пробить. Пробить публичностью, пробить экспертными мнениями, пробить интервью с журналистами. Понимаете? То есть есть готовые примеры. Ещё раз, это не какая-то панацея, но просто физически, да, вот на что-то Украина может повлиять, на что-то не может. Теоретически на политику Google нам повлиять гораздо проще, чтобы россияне увидели нашу передачу и не увидели Царьград, чем, допустим, на политику Саудовской Аравии, чтобы она увеличила добычу нефти. Поэтому в эту сторону, на мой взгляд, нужно думать, вот вы своей передаче так или иначе на это работаете. Просто опять же надо понимать, как работают информационные пузыри. Женщина, которая смотрит Царьград, она не придёт на Укра-Лай. Ей кто-то эту ссылку должен показать. А миллионы, десятки, миллионы переходов на Царьград, которые россияне получают от Гугла. На мой взгляд, это неправильная политика. Неверно. Тут даже речь не идёт о цензуре. Если убрать синтетические накрутки вот этих пропагандистских площадок, то их органическая аудитория будет как в капсомолке 70 тысяч в день, а далеко не 15-18 миллионов. И что интересно, ведь эти синтетические накрутки очень чётко можно определить, понять и просто ограничить, даже просто используя какие-то формальные правила. Правда ли? Да. Приведу ещё один пример. В моей страничке на Фейсбук был Пригожинский тролль. Один раз ещё в Фейсбук до 17-го года существовала такая игра в поиск. То есть, зная аккаунты своего тролля, я мог посмотреть, просто ввести в поиски, посмотреть, какие комментарии он сегодня пишет. Он тут сегодня на смену зашёл и что он пишет. Потому что он-то пишет из-под разных бот аккаунтов. Там у него Марьяна, Марина, Ира, Лена, Наташа. Наташа они тоже любили. Вот. Водил. И вот я читаю. Прямо вот первое имя пользователя моего тролля. И второе. Он такие между собой устраивал. Значит, из-под первого пользователя он пишет у кого-то на страничке, чтобы окончательно не угробить экономику Украины, она должна сотрудничать с Россией. Второй комментарий этого же тролля от другого якобы пользователя, который поддерживает первого. Это может сделать только Медведчук. Он сейчас объединился с этим второй у нас, Рабинович был. С Рабиновичем это большая сила. Совершенно другая страничка, совершенно другие имена пользователей. И я вижу тот же набор комментариев, буквально буквы переставлены. Не угробить, а чтобы сохранить экономику Украины. Ну вот буквально. Он объединился с Рабиновичем, он там вступил в коалицию с Рабиновичем. То есть вот как он с методички получил, и вот он это пишет. Масштабы. Мой тролль за смену выполнял 200 элементарных действий из-под 50 бот-аккаунтов. Это 10 тысяч, один тролль. 100 троллей за день выполняет миллион элементарных действий в соцсетях. Обычные пользователи соцсетей, они же не знают, что это тролль, это все для него разные люди. Они читают эти комментарии от якобы реальных людей. И когда они читают это много, они начинают присоединяться к большинству, к мнению большинства. Это свойственно людям, чтобы не остаться вот в этом буллинге, как те республиканки в американском колледже, которые не стали там левыми, грубо говоря. Вот это масштаб. Это масштаб, который работает против Украины, который на разных языках работает против европейских демократик, который работает в США, который сейчас на выборах в Нидерландах, я уверен, работал, и опять же уверен, что будет расследование этого. Сейчас буквально на днях тоже были беспорядки в Ирландии, в Северной Ирландии. Я тоже вспоминаю истории чекистов, как они работали когда-то в Северной Ирландии, в Вольстере, как они через братские коммунистические партии, братские спецслужбы социалистических стран поддерживали террористов, как они сеяли ненависть, были опять же воспоминания чекистов, как они в Вашингтон-Пост публиковали заказные статьи еще в 60-х годах прошлого века. Нам кажется, что Вашингтон-Пост это качественная СМИ, это действительно качественная СМИ, но если создать базу данных о всех журналистах и продвигать тех журналистов, которые искренне верят в то, что нужно Кремлю, и троллить тех журналистов, опять же, те же боты под Вашингтон-Пост пишут комментарии. Вы почему закрывали комментарии? Ну, потому что у нас было нашествие ботов от всех это невозможно. Вы закрываете комментарии, уменьшается ваш рейтинг в Ютьюбе, уменьшается количество выдачи вашей передачи для русскоязычных пользователей. По Цельградам боты напишут хорошие комментарии, Ютьюб это проиндексирует, что канал интересен пользователям, и будет выдавать их чаще. Вот такие простые вещи, которые происходят вокруг нас, и которые воздействуют на общественное мнение, которые позволяют агрессору совершать преступления всех на виду и уходить от ответственности. Ну, так это происходит, происходит уже десятки лет, и оно работает. Теперь следующий вопрос. Вот, когда вы начинали рассказ об афганской войне, вы рассказывали, что было много игроков, которые так или иначе поддерживали разные стороны. Это, мне кажется, очень важным и интересным моментом, потому что сейчас мы, Украина, старалась, чтобы вот эта война, широкомасштабное отражение, которое Россия ведет против Украины, чтобы она стала не просто войной между Россией и Украиной, а приобрела какие-то более широкие масштабы. Это как бы с одной стороны было вписано в какой-то геополитический контекст, вопросы безопасности и все прочее. И вот, когда это произошло, то стала происходить такая история, когда многие страны захотели так или иначе поучаствовать. Вы сами обсуждали, там и куча мирных инициатив прозвучала, и все-все-все, все это было. Но, тем не менее, сейчас это, правда, как-то сошло несколько на нет. Мы не видим такой активности среди стран так называемого глобального юга, но, тем не менее. И вот в этом смысле это вовлеченность сторон со стороны разных участников военных действий. Это вот со стороны России, там, скажем, Иран, Северная Корея, не знаю, что с Китаем, Украина, это вот Запад, западные партнеры и другое. Вот насколько вовлеченность других стран она способствует или наоборот способствует уменьшению боевых действий, восстановлению, я не знаю, каких-то достижений, каких-то победных результатов или наоборот это размывает ситуацию и приводит скорее к заморозке априори, потому что слишком много интересов вовлечены в этот процесс. Вот тут такой вопрос. Может, я его сумбурно несколько просто свамулировала? Да, у нас тут даже воздушные тревоги, если я говорю, успел позвучать. Вы, может быть, пойдете в бобоубежище, Юрий? У меня есть чат-бот, который описывает угрозы. Если это будут бабахать по нам, конкретно по Одессе, у меня вот здесь справа вылезет значит комментарий по этому поводу. Давайте короткий ответ. Да, это важно, это влияет. Если бы Китай и арабские страны не поддерживали в 80-х годах маджахедов, эта война могла бы продолжиться дольше либо закончиться иначе. Еще раз, это важно. А теперь возвращаемся к тому, что мы чуть раньше говорили. Начало вопрос к вам. Дели – это самая большая демократия в мире по населению. Как вы думаете, на чьей стороне следовало бы ожидать Индию в этом конфликте? Ну, мы же знаем, разделение на демократические, авторитарные страны, она бы, конечно же, была бы ближе к Западу. Ну, вот так, прямая логика. Ну, скажем так, она не входит в коалицию стран, помогающих в крае. Да, она не входит в коалицию стран, формально помогающие России, ну, как бы, нефть покупает, тропиями платит, но, еще раз, она ведет себя не так, как другие демократии. А теперь вспоминаем то, с чего вот в середину сегодняшнего интервью. Агент КГБ под прикрытием работал в Дели в 1969 году. Вот люди, которые были на конференции в Индии, они удивлялись, как российские, вот эти кремлевские нарративы отлетают от зубов индийских политиков. Да, то есть, они об этом, обо всем знали еще до широкомасштабной войны, потому что им эти все нарративы, опять же, через вот эту сеть спецслужб, через всю эту боевую пропаганду, пропаганду Кремля, им о всем этом каждый день много раз повторяли. Им писали это боты миллионами комментариев в соцсетях. То есть, еще раз, для того, чтобы получать поддержку, вот эта информационная война, информационная политика, она тоже важна. И Украина на сегодня это крупнейшая страна, в которой много носителей русского языка, то есть, даже билингур. То есть, мы можем на это влиять, вот просто у нас ресурс для этого есть, надо просто этим заниматься на уровне общества, на уровне общественных организаций, на уровне государства. Это важно. Юрий, я вот, наверное, на этом закончу наш сегодняшний разговор, потому что знаю, как обычно тяжело бомбят Одессу, я буду волноваться просто, когда вы... прилетали с два калибра. Поэтому давайте... Тогда вот, если позволите, я на этом закончу, и извинюсь перед нашими зрителями, у меня есть, конечно, еще много вопросов, но давайте на этом завершим. Воздушная тревога, действительно. Юрий, спасибо вам огромное, спасибо, были очень рады, что вы сегодня с нами, искренне. Спасибо большое. До свидания, тоже рад вас видеть. Спасибо. Юрий Христоцин был сегодня с нами на связи, за что мы страшно признательны. И, конечно, благодарны вам за то, что вы сегодня с нами. Оставайтесь, это был Украфт и висунг, и в мире подписывайтесь на наш канал.